коллеги всем привет на связи халеба евгений этому ежемесячный анализ и прогноз рынка доллара вчера у нас прошло заседание фрес и на удивление да нет несмотря на то что она была на мой взгляд никаким пауэлл и комитет ничего такого нового нам не сообщил но рынке оживились конечно риторика пауэлла была обнадеживающая люди там взбодрились поскольку шла речь о том что якобы у нас не в не будет рецессии в америке плюс наблюдается некое снижение спроса там и так далее так далее то есть пауэлл ввел к тому что возможно на сентябрьском заседании повышает на 0 75 процента ставку уже не стоит при этом у нас фрес ожидает до конца года ставочку 3 3 5 процента то есть с текущих 2 и 5 это максимум один процент собственно видимо по этому поводу рынок оживился ну и собственно реакцию мы увидели до снижение локальная доллара привело к укреплению базовых валют а ну и пошло-поехало до про процессы перекинулись конечно же на фондовый рынок оживления снг 500 товарный рынок оживился в частности золото то есть конечно это результат вот этой риторики на мой взгляд как я писал в своем канале телеграм в нем я веду дневник кризиса кому интересно подписывайтесь ссылка в сообщении в ссылка в описании и закрепленном комментарии там я писал что на мой взгляд рынок хотел услышать позитив и он его услышал не более чем ну а тем не менее западные трейдеры судя по рунету фитере да они говорят о том что что по проблемы не сняты все как было так и осталось просто люди ну как как-то так вот локально оживились я тоже так считаю что это все у нас дело локальное текущий позитив это временно и радоваться мало чему есть собственно экономика мировая идет к рецессии и америка не исключение поэтому на мой взгляд фрс не сможет обрушить доллар доллар будет дальше укрепляться то есть вот такая такой сполерок выпуску да ну собственно что ж я проговорил за канал телеграм теперь давайте приступим к самому анализу по традиции выпуск будет состоять из двух частей первое это сам прогноз да то есть мы модели теханализ и 2 это кухня больше как обучение начнем с прогноза поехали ну что ж друзья первый слайд это ценовая модель авторская модель которая строится на базе фундаментальных показателей она конечно же следит за трендом она его не опережает она не в состоянии предсказать разворот а только в крайних случаях и исходя из выбросов цены до выше или ниже можно сказать что рынок перекупленный или перепроданный сама же модель этого делать не умеет почему потому что все модели опираются на историю поэтому здесь стоит понимать что любая модель которую вы увидите макроэкономическая либо ценовая она всегда будет запаздывающей как ты не крути но мы не знаем будущих событий мы не можем включить в модель изменения метрик которые в нее в нее входят да то есть учитывая будущие факторы вот но тем не менее на сегодняшний день ценовая модель продолжает нарастать на ближайший квартал собственно мы видим в июле тоже рост доллара что соответствует моему прогнозу цена цена остается ниже модели что очень интересно почему потому что на мой взгляд пока мы ниже вообще нет смысла говорить о том что мы разворачиваемся то есть примеру если взять историю с ростом с 2014 по 16 год то только спустя когда модель вышла выше ценовой да когда цена выше стала выше прогноза тогда можно было говорить о том что мы разворачиваемся вот пока что этого нет поэтому я считаю что нужно нужно повременить и нужно подождать пока у нас бычий тренд в силе с фундаментальной той точки зрения конечно же если взять отклонение от среднего значения котировки dx дневные данные мы видим что котировки остаются рынок остается перекупленный причем если не взять там да вот примеру при 15 году перекупленный аномально и выше второго стандартного отклонения то есть вероятность того чтобы мы здесь оказались было там порядка 95 порядка 5 процентов да то есть вот это это вот и есть там черный лебедь до один из факторов вот и на сегодняшний день цена перестала расти то есть котировки замедляются вот будет ли вы нас вверх но в принципе на мой взгляд без этого нет не должно обойтись потому что мы все понимаем что разворот крупных трендов он всегда проходит болезненно через перелом и поэтому как котировки баба болтает вот на переломах очень прилично пока мы не увидели повышенную волатильность на рынке доллара тоже я бы не не говорил бы о том что мы будем разворачиваться техника дневные данные мы видим что цена вышла ниже там условно 106 копейками до пробила вот папа поддержку и в принципе цели здесь у нас внятная есть в районе 105 возможно 104 и 5 а тестить вот нижнюю границу да вот восходящего фрактального канала верхнюю цель мы сделали здесь же у нас будут тест предыдущий хайов мая и июня а ну и на 104 у нас тест уровне 17-20 годов то есть более крупные тренды более крупные х и рынка вот в принципе вот эта зона она крайне важна то есть определить 105 104 и вот эта зона откуда рынок должен отскочить опять вверх если мы пройдем 103 значит рынок будет разворачиваться то есть в принципе пока для пробоя 103 я не вижу причин поскольку фундаментально у нас рынок доллара остается крепким сейчас мы еще это все увидим в доказательной базе вот и но даже относительно монетарная политика фрс относительно там ецб как главному антагонистику остается гораздо крепче гораздо жестче ну и недельные графики да если мы месячный график извините если мы отскочим от 105 104 вот показаны на стать на 104 показаны предыдущие максимумы очень важные уровни да вот если мы оскакиваем от 104 то в общем-то движение к 113 да здесь есть вот такой момент трендовая диагональ на 111 с копейками почти 112 да давайте так обозначим ну и далее район 113 115 это там где по идее у нас есть вот долгосрочный тренд до который я отметил вот каналом да то есть он уже запущен этот канал после пробития 104 то есть в общем то мы в принципе на 115 в районе 115 я думаю что тренд по рынку доллара закончится но всегда есть но почему есть но потому что это рынок и возможны резкие выносы без этого никак рынок не обойдется поэтому ориентир 115 это ориентир для закрытия лангов по доллару если вы держите вот поэтому ну и собственно если посмотреть по макдаку вот на месте на месячный график она то тренд только развивается то есть обратите внимание что какой был мощный разворот с 2015 по 17 года то есть два года рынок оставался на хаях и разворачивался то здесь тоже вполне возможно такая же тенденция вполне себе может наметиться но многое будет зависеть от фрс ну что ж друзья непосредственно прогноз мой это продолжение роста доллара но от 105 104 то есть в общем-то коррекция напрашивалась и на мой взгляд мы и сейчас и наблюдаем она пока не завершена следим за 105 104 пробиться 100 ты ниже 103 перевернуться то бишь из бычьего в рынок медвежий пока я не вижу фундаментальных причин собственно моя модель указывает на продолжение роста то есть фундаментальное условие для доллара остаются бычи ну и в частности фрс более жестче она будет она имеет больше инструментов до для этого на чем я cb поэтому я считаю что у базовых валют шансов нет мой доллар продолжит свой рост но если посмотреть на месячные графики то скорее всего нужно прицеливаться 112 115 на 112 у нас трендовая диагональ по крупным предыдущим хаем и на 115 верхняя граница восходящего фрактального канала который я вам показал там вопросы по поводу разворота будущего это вопросы отдельного характера и они будут обсуждаться тогда когда мы подойдем к 115 к тому времени уже будет много данных по инфляции по рецессии войдем не войдем инфляция снижается остается отсюда мы будем плясать по прогнозированию действий фрс и только тогда мы сможем спрогнозировать реальное действие на реальное реальную возможность разворота доллара пока об этом речи не идет ну что ж вот прогноз вы прослушали теперь для тех кто хочет посмотреть доказательную базу ну и собственно поучиться почерпнуть что-то для себя нового начнем мы с первого слайда это неопределенность денежно-кредитной политики есть такой индекс неопределенности денежно-кредитной политики сша и индекс эти предоставляет институт экономических исследований экономические исследования экономической неопределенности есть такой институт вот он у себя это дело публикует он строится на опросах корреляция здесь конечно такая корявенькая но она имеется все равно поэтому любопытно посмотреть что индекс у нас замедляется я его продлил методом экстраполяции собственно у нас как вы видите да до начала весны до 2023 индекс уже замедляется то есть неопределенность стухает да ну опять таки это если при прочих равных да то есть мы должны по понимать что эконометрика 100 100 строится на предпосылки при прочих равных поскольку мы пользуемся историческими данными текущими самыми свежими данными будущем и мы не используем будут будущее данное мы не знаем что будет делать фрс в случае если инфляция продолжит рост мы не знаем что будет делать фрс если на начнется рецессия то есть вот эти все вещи они конечно же будут влиять но на сегодняшний день неопределенность замедляется что в общем то в общем и целом да это против дальнейшего роста доллара то есть как бы за то что мы находимся на финальном на финальной стадии роста и вот те уровни в 115 они по идее должны оказаться максимальными если не произойдет форс-мажоров на осень некоторый всплеск имеется да по росту неопределенности но поскольку у нас политика фрс строится сейчас от заседания к заседанию они пересматривают кучу там макроэкономических показателей и потом уже оценивают это дело все на своих заседаниях ну либо же я имею на закрытых и на открытых они уже объявляют о своих решениях вот поэтому у нас есть осенний всплеск такой вот неопределенность а с точки зрения монетарной политики на конечно же уже сточет не денежно-кредитной политики должно погасить инфляцию должно подавить инфляцию в первую очередь подавление инфляции да должно начаться с снижение ожидаемой инфляции и вот пятилетняя ожидаемая инфляция синяя линия она у нас снижается в то время как ими инфляция продолжает расти то есть к и конечно же конечно же снижение ожидаемой инфляции это перспективы снижения инфляции в экономике не только америке но и мировой пока мы находимся выше 2 процентов это тот таргет за которым следит фрс пока мы находимся выше двух процентов фрс паузу делать не будет. То есть монетарная политика будет уже статчаться и дальше. Как только мы нырнем по 2% и проведем хотя бы квартал, вот тогда ФРС может заговорить о завершении программы QD и переходе QE через какой-то срок. Собственно, доллар нанесен красной линией, умножен на минус единицу для наглядности корреляции. Понятное дело, что чем ниже инфляция, тем крепче доллар. Поэтому у нас есть такая зависимость. Доллар, собственно, уже укреплялся на ожиданиях того, что ФРС будет оказывать давление на инфляцию и что приведет к укреплению доллара, потому что долларов станет меньше в финансовой системе, даже мировой. Вот поэтому у нас есть эта связь и, собственно, она пока поддерживается. Доллар играет немного на опережение, потому что это рынок, это ожидания все-таки, поэтому есть такой временной лаг. Ну и, собственно, этот процесс пока продолжается. То есть, я веду к тому, что пока мы выше 2% по ожидаемой инфляции, о развороте доллара на ослабление рано говорить. Банковский мультипликатор, денежная база, денежная масса к денежной базе, важный показатель для ценообразования, ну, в принципе, важный показатель для оценки финансовой системы. Когда этот показатель растет, это означает, что условия ужесточаются, потому что условно кэш переходит в менее ликвидное состояние и вытащить его гораздо сложнее. То есть, достать там и из кармана условно рассчитаться Apple Pay в магазине сложнее, чем когда деньги у тебя лежат на срочном депозите сроком на полгода, либо год, к примеру. То есть, так просто ты их не вытянешь. Вот поэтому этот показатель крайне важный для оценок перспектив национальной валюты. И, собственно, мы видим, что у нас продолжается рост данного показателя относительно прошлого года, в июне у нас рост продолжался. Есть некое замедление, конечно же, но в общем и целом мы нарастаем и дальше. И пока мы не дошли до уровней 17-19 годов, пока, на мой взгляд, говорить о развороте доллара тоже не приходится. То есть, вот те пики, которые были в то время, они примерно соответствовали пиком рынка. Если бы в 20-м бы не разразился бы кризис ликвидности, да, то доллар бы тоже упал бы до вот этого выноса, который был в марте 2020 года. Вот. Что соответствовало вот пику банковского мультипликатора в годовой динамике. Поэтому и сейчас я думаю, что пока можно выдохнуть и еще посидеть в вангах. Условия торговли, соотношение экспортных и импортных цен продолжает расти. Вообще, это крайне важно для ценообразования валютного курса с точки зрения мирового товарного рынка. То есть, важный, очень-очень важный момент для рынка доллара. Это говорит о дополнительной поддержке рынку доллара перед другими национальными валютами. То есть, поэтому пока мы растем по этому показателю, и он вообще в космосе на самом деле находится сейчас, пока мы растем, пока о развороте доллара говорить мне приходится. Моя авторская модель оценки конъюнктуры, да, вот сентимента на рынке доллара, это, ну, это не модель, это авторский индикатор, чтобы быть честным, да, строится она на сотах. В общем-то, показатель выше ноля, пытается нарастать. Мы выходим на уровень двадцатого года. Относительно истории показатель еще очень скромно выглядит, но, видимо, это связано с ликвидностью. Она выросла со времен, как минимум, пятнадцатого года сто процентов. Вот, поэтому, на мой взгляд, пока говорить о развороте тоже рано, потому как показатель должен перейти в медвежью зону, тогда можно заговорить о том, что мы снижаемся. А мы даже по осциллятору, черная, черная гистограмма, по осциллятору, который нанесен вот на мой индикатор, мы находимся выше ноля. То есть, мы находимся в бычьем тренде. Ну и, собственно, чистая спекулятивная позиция, серая область на нижней картинке, она говорит о том, что она повторяет вот характер динамики, который присущ бычьему рынку. То есть, вот примерно так было там с восемнадцатого по двадцатый год, да, примерно так же было там с четырнадцатого по шестнадцатый. То есть, вот примерно мы находимся в динамике бычьего рынка. Поэтому тоже я считаю, что рано говорить о развороте. Реальная доходность активов. Соотношение, кстати, эти все графики, которые вы видите, я постчу в спонсорском канале. Эти графики имеют прикладной характер, поэтому я вывел эти графики в спонсорский из общего канала, который рассчитан на более широкую аудиторию. Также в спонсорском канале ранний доступ к еженедельным видео. Кому интересно, ссылка в комментариях и описание к этому видео. Небольшой сполирок, скорее всего, сделаем мы скоро сервис по оплате рублями и так далее, и так далее. То есть, теми валютами, с которыми работать сложно. Вот. Что мы можем здесь увидеть? Это соотношение реальной доходности в евро и в долларе, да, рыжая линия. Мы видим, что соотношение падает и уже ниже 0, то есть на 150 базисных пунктов выгоднее вкладываться в долларовые активы. Я здесь взял трехмесячные облигации, конечно же. Это, конечно же, давит на курс евро, потому что это обеспечивает спрос на доллары, продается евро за доллары, да, то есть покупаются доллары, и погнали, да, и погнали в трыжаки. Вот эти моменты крайне важны. Что любопытно, в японской иене, да, у нас момент крайне важный, поскольку инфляция в Японии крайне низкая, поэтому реальная доходность по почти на 700 базисных пунктов, на 7% выгоднее вкладываться в японскую иену. Играет на руку на сегодняшний день иене, это слабая денежно-мягкая денежно-кредитная политика. По сути, это один из банков, который остается с отрицательной ставкой. Швейцария остается и Япония из развитых стран. Поэтому, конечно же, у нас есть эффект, ну, такое вот давление, да, на японскую иену. Вот, как только, как только мы перейдем к рецессии, иена выступит с защитной валютой и сразу вспомнит за этот график, за то, что она еще и приносит реальный чистый доход. Больше чем уверен, что иена имеет потенциал укрепиться. По фунту у нас тоже идет снижение реальной доходности в фунтах относительно долларовых активов, но все равно на 150 базисных пунктов выше. Поэтому я больше склоняюсь, если выбирать европейские валюты для покупки, то, скорее всего, это фунт. Он и скорректировался сильнее после волны роста в 20-м, да, он и, он и имеет потенциал, да, то есть у него положительная доходность в активах. Канадский доллар не выразительен. Ну и, собственно, он больше реагирует на цену на нефть, да, чем на финансовые аспекты, скажем так. Вот, но тем не менее, тоже у нас есть снижение реальной доходности. Все равно на 100 базисных пунктов в канадские активы вкладываться выгоднее, чем в американские. Поэтому я считаю, что момент для канадца, можно сказать, что позитивный, но если нефть будет снижаться, то это все сразу превратится в негатив. Ну и вот тот же график, но агрегировано, мы видим, что доходная, агрегированная доходность активов, активов, долларовых активов, все равно остается примерно на 120 базисных пунктов ниже, чем по базовым валютам. То есть на 1,2% долларовые активы приносят меньше дохода, чем по базовым валютам. За счет, конечно же, здесь в первую очередь японской иены. То есть здесь надо понимать, что именно она и устанавливает эти правила в корзине. Вот что, тем не менее, сколько у нас есть, да, и это, конечно, поддержало тоже в свое время, да, поддержало курс доллара. На самом деле, на мой взгляд, учитывая монетарную политику, я считаю, что доходность активов в долларах будет выходить в положительную зону по корзине. Поэтому я думаю, пока мы не увидим 1% плюсом, да, по доходности долларовых активов, пока рано говорить о развороте. То есть это, опять-таки, эта же история была в 2019 году, эта же история была в 2009 и 2006. То есть вот я думаю, что нужно ждать, пока мы вот отыграем полностью жесткую монетарную политику ФРС, что она должна привести к снижению инфляции и росту процентных ставок. То есть на каком-то этапе реальная процентная ставка станет положительной. ФРС, кстати, уже говорит о том, что мы нейтральны, но я пока этого не вижу. Корзина реальных эффективных курсов. Это то, чем пользуются экономисты. Это вот в такой интерпретации курс интересен экономисту. То есть реальный эффективный курс, это курс, который скорректирован на инфляцию и составлен как корзина из валютных курсов стран-партнеров, которые важны по внешней торговле, то есть по долям. То есть если мы имеем, например, больший объем товарооборота с Европой, то значит доля будет в корзине евро самая высокая. Ну и так далее. Если имеем наименьший товарооборот со Швейцарии, значит франк будет наименьший. По такому принципу строится и ДХ. Но все-таки ДХ это больше финансовая корзина, а это товарная имеется в виду. Вот тем не менее мы видим, что доллар в такой интерпретации максимально крепок. Он на самом деле на исторических максимумах по данному курсу. То есть можно сказать, что на этом этапе доллар уже, что правительству Америки уже неинтересно дальше укреплять доллар. Почему? Потому что это бьет по экспортеру. Но опять-таки насколько еще этот тренд продлится, вот данная интерпретация сказать не может. Поэтому я бы не говорил бы о том, что вот все, это уже разворот. Но как бы да, есть намеки на то, что доллар уже прилично дорог относительно других валют. Ну и японская иена, обратите внимание, лежит на полу исторические минимумы. То есть мы видим доллар на максимумах, иена на минимумах. То есть и при этом, и при этом вот такая дешевая иена, она все равно не дает конкурентного преимущества японским товарам на международном рынке. А за счет того, что энергетика крайне дорогая, которая импортируется Японии, внешний баланс у нас в дефиците. Для экспорта направленной экономики Японии, тем более с внутренними экономическими проблемами, это крайне плохо. Поэтому, на мой взгляд, дальнейшее удешевление иены приведет к еще большей дестабилизации на финансовом рынке Японии и еще больше отпугнет инвесторов от приобретения долговых бумаг. Вот. И как только рынок увидит, что японская иена имеет потенциал укрепиться с учетом положительной реальной доходности и перспективы укрепления иены, накинуться на эту иену, как на горячие пирожки. Поэтому укрепление будет, скорее всего, стремительным. Ну, на данный момент, пока, конечно, рано говорить о том, что это будет происходить. Почему-то я думаю, что основная доля укрепления придется на осень. Именно осенью я жду рецессию и ее обновление, объявление об этой рецессии. Ну и финальный график, это мой любимый график, это моя любимая теория оценки валютных курсов. Это соотношение экономик. То есть, в базовой теории раньше, когда торговля и финансы, внешняя торговля и финансы занимали меньшую долю в ценообразовании курса, то сравнивание двух экономик было базовой теорией для определения крепости нацвалюты. Ну и ее положение относительно других валют. И на сегодняшний день, если сравнивать экономику евро и доллара, модельная нанесена синей линией, то мы видим, что экономика Америки все крепче и крепче. То есть, с кризиса 2008 года экономика Америки растет быстрее, чем экономика Европы. И перспективы до конца года только растущие. По канадцу та же история. И мы видим, что канадец у нас уже накопился приличный лак. И этот лак связан с дорогой нефтью. И если бы не дорогая нефть, то канадец бы уже обновил бы, обновлял бы минимумы начала нулевых. То есть, 20-летние минимумы. Пока этого не происходит из-за дорогой нефти. Поэтому я считаю, что канадец находится у нас, будет находиться в аутсайдерах в цикле снижения цен на нефть. И снижение цен на нефть неизбежно. Вероятнее всего, это будет осенью. По японской иене та же история. Японская экономика с 2011 года не растет. Но она имеется в виду, растет более медленными темпами, чем американская. И, собственно, до начала года только падение. Что, кстати, тоже сказывается на курсе. Ну и фунт. Та же история. Снижение, но здесь плюс-минус мы не переписываем минимумы. То есть, есть некий позитивчик, можно сказать. Но, тем не менее, экономика тоже слабеет. И, собственно, перспективы до конца года только на ослабление. Поэтому я считаю, что доллар останется еще в приоритете, по крайней мере, до момента рецессии. После рецессии вопрос будет, да, как будут развиваться страны в новых реалиях. И, в принципе, на мой взгляд, фунт почему-то, я считаю, что Великобритания имеет шансы на неплохой рост экономический. Ну, это мое личное мнение. Доказательной базы у меня на этот счет нет. Это, ну, такие вот у меня есть взгляды на перспективы в Великобритании. Насчет Европы, кстати, я отношусь очень скептически и считаю, что Европе будет сложнее всего в данной рецессии. Ну, что ж, друзья, вот такой получился выпуск. Как вы поняли, я остаюсь быком по рынку доллара до 105, до 104. Возможно, мы скорректируемся. Но дальше пойдет рост. И, в общем-то, я считаю, что Европа, европейская валюта, евро, имеет перспективы на дальнейшее ослабление, причем достаточно глубоко. То есть, под 0,9, 0,85, 0,9 и так далее. То есть, на новые исторические минимумы. Это связано с тем, что Европейский Центральный Банк остается в QE. Его новая программа фрагментированной поддержки стран Европы, которые оказались в финансовой беде. Это не что иное, как вот такое ограниченное QT. Поэтому я считаю, что у банка, у ЕЦБ нет шансов вообще, в принципе, перейти к QT, пока живой ЕС, можно так еще уточнить. Плюс экономика Европы растет более медленными темпами, и я считаю, что рецессия будет более глубокая. Это скажется 100% на евро, и евро еще больше подешевеет. Насчет японской иены, я вот думаю, что мы будем укрепляться на фоне рецессии. Если говорить о долгосрочных перспективах, я почему-то верю в фунт. То есть, на мой взгляд, фунт имеет неплохие предпосылки, выйдя из Европы, неплохие предпосылки для того, чтобы подукрепиться и, скажем так, отыграть свои былые позиции, когда фунт был одной из основных резервных валют. Она и сейчас остается, но фунт уступил место евро, конечно же. Возможно, пришло время теперь ракироваться, да, и теперь будет доллар, фунт, потом евро. Вот такое мое мнение. Насчет ближайших перспектив я проговорил. Дальнее, долгосрочное по доллару считаю, что 115, но, возможно, этим не ограничится. Нужно это дело будет все пересматривать в моменте. То есть, вполне возможно, что движение будет дальнейшее, целенаправленное, да, вот куда-нибудь на покорение 120 и так далее. Но об этом на сегодняшний день говорить рано. Пока ограничимся прогнозом в 115 и по ходу уже будем смотреть, потому что, на мой взгляд, грядет осенняя рецессия и она может сильно спутать, да, вот карты для прогнозиста и надо будет уже опираться на свежие данные, которые на сегодняшний день никто не знает, какие данные мы получим осенью и какие выводы мы будем делать на основании их. Ну что ж, друзья, спасибо всем за внимание, за то, что смотрите, комментируете, лайкаете, подписывайтесь на мои каналы, кому нравится то, что я делаю. До встречи на рынках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok